Всем привет! Сегодня на канале обзор голоса одной американской исполнительницы, которая какое-то время назад была весьма популярна в нашей стране, к сожалению, только благодаря одной песне, и которая выступает под псевдонимом LP. Песня Lost On You, безусловно, является хитом. И дело тут не только в этом эпатажном, необычном образе вокалистки, в этих милизмах, которые в изобилии присутствуют в данной песне, но также, на мой скромный взгляд, решающую роль тут играет именно ее голос, ее тембр, то, как она ее исполняет. Сперва я думал сделать обзор подобный тому, который был посвящен Курту Кобейну, то есть показать вам характер звучания ее голоса, то, что она, например, на высоких нотах не поется в назальные резонаторы, что она дышит мягким слабым дыханием, но потом решил, будет круто, если я вам сразу открою все секреты. Сразу берем быка за рога, и в этом видео я расскажу вам, как, за счет чего она добивается такой легкости и свободы в своем тембре на высоких нотах. Возможно, вы уже знаете, что она американка, хоть и итальянского происхождения, но, тем не менее, она носитель американского языка. Что это значит? Я рассказывал в своих предыдущих видео о этих отличиях в разговорной речи англоговорящих и русскоговорящих. Можно сказать, уже научно объяснил эту разницу, и она заключается в том, что мы в своей разговорной речи используем разные мышцы голосового аппарата. Кратко повторю суть этих отличий. В голосовом аппарате существует такая мышца латеральная перстня черповидна, которая у американцев, в силу особенностей их разговорной речи и также во время пения, активно используется. А у нас тоже есть на это особые причины. Она блокируется и остается слабой. Не задействуется ни в пении, ни в разговоре. Для простоты эту мышцу я назвал улыбкой. Я даже объяснил, почему это название так к ней подходит. Певица Элпи – это такой яркий представитель, на котором легко можно услышать отличия, которые дают использование разных групп мышц в голосовом аппарате. Я надеюсь, что после просмотра этого видео у вас уже не останется никаких сомнений. В том, такое звучание голоса, такой тембр, который мы слышим на ее высоких нотах, невозможно добиться ничем иным, кроме улыбки. Что тут нет никакого головного резонирования, тванга, шванга, что не нужно продувать ноты обильным выдохом. С одной стороны, моя цель – показать вам, что все это и исполняется, и звучит намного легче, чем при вот этих напряжениях. А с другой – вы должны понять, что это требует определенной тренировки. И, конечно же, после просмотра этого видео у вас не будет такого, что «Ой, я понял, и у меня все получилось с первого раза». Необходимы интенсивные занятия и тренировки голосового аппарата и мышцы улыбки. Поехали по порядку, начнем с дыхания. В прошлом видео про Курта Кобейна я показал вам, что он во время пения не использует свое дыхание на максимум. Дышит аккуратно, без использования лишних напряжений. Так и тут наша сегодняшняя героиня, ее зовут Лавра, между прочим, приятно познакомиться. Очевидно, что даже на самых высоких нотах не используют на максимум свое дыхание. Дыхание очень аккуратно. Если в двух словах рассказать о дыхании, то необходимо создать такой хороший объем внутри легких и полностью убрать напряжение с груди и с живота. А выдыхать только диафрагмой. И в ощущениях будет и должно казаться, что вы выдыхаете мышцами спины. Будет отдельное видео на эту тему. По своей силе, такой выдох не должен превышать то, как вы дышите на ладошку, чтобы согреть ее горячим воздухом. Желательно, чтобы этот выдох также был бесшумным. Как такое маленькое и слабое дыхание может заставить голос вообще звучать, если весь мир нам говорит, что необходимо петь на опоре, интенсивно выдыхать. Что за бред? Тут мы подходим к самому интересному. Я ни в коем случае не отрицаю вот эти вокальные техники, которые давно существуют. И, кстати говоря, о классической технике я уже в одном из своих видео рассказывал. Так вот, там действительно необходимо петь на плотной интенсивной опоре с хорошим таким выдохом для того, чтобы прокачать головные резонаторы и создать в них надсвязочное давление, которое бы компенсировало подсвязочное давление воздуха, который выходит из легких. И тем самым балансировало давление на голосовые связки, от чего они комфортно могли работать в продолжительное время. Так вот, когда мы уменьшаем наш выдох до такой степени, до которой я вам показал, естественно, никакие головные резонаторы продутся чисто физически не могут. Это нереально. Что же мы в таком случае делаем? Мы весь этот объем уменьшаем до объема глотки. То есть полезное звучание голоса у нас помещается вот в этом небольшом пространстве. Послушайте еще раз Лауру. И обратите внимание, что она не раскачивает звук, не давит какой-то мощью, как там какая-нибудь Маша Распутина, а поет как-то вот так, мягко и нежно, но с другой стороны голос тембрально окрашен. Наличие тембра в таком, с одной стороны, тихом звуке может вести в заблуждение многих людей, что просто, как будто бы просто невозможно петь насыщенным голосом на таком маленьком объеме, на таком маленьком дыхании. Но тут есть очень крутая фишка. Даже в такой миниатюре, в таком маленьком объеме необходимо также создать вот этот вот импеданс резонирования. Во-первых, этот физический процесс, он увеличивает громкость вокала, что немаловажно. А во-вторых, также создает связочное давление, что крайне необходимо при пении высоких нот. Условно представим, что вот эта область гортани, он представляет у нас такую воронку, да? В горлышке этой воронки расположены голосовые связки, которые своими колебаниями создают звук. Необходимо нам вот в этой воронке создать резонирующий такой эффект. Так вот, чтобы этот резонирующий эффект, о нем я тоже, кстати, рассказывал подробно в одном из своих видео, как он появляется. Вот чтобы он возник, необходимо создать это нагнетание воздуха, вот этот комок звука. Для этого, если вот воронка будет в таком виде, да, как рупор, воздух, проходя через плотно сомкнутые голосовые связки, будет, ну, просто выскакивать легко из вот этого объема. А для того, чтобы в нем создавалось вот это давление, эффекта резонирования, нам необходимо немного, так сказать, сузить выход из этой воронки. Тогда воздух не будет успевать весь сразу выходить и будет возникать резонанс в этой небольшой полости. Для этого во время пения необходимо создать ну, узкое, бутылочное горлышко вот в районе корня языка немножко сузить там пространство. Наверняка у тех, кто занимается расщеплением и подобными экстремальными техниками вокала это получится достаточно легко. Еще одна фишка, почему необходимо обязательно присутствие надсвязочного давления. Когда мы поем высокие ноты и голосовые связки сильно растягиваются, и даже если мы выдыхаем аккуратно, так мягко, как я вам показывал, в какой-то момент связки слишком сильно растянутся, как бы длина их будет большой, и они тупо вот так разомкнутся, и голос потеряет свое смыкание, и вылетит петух, так проще говоря, да? Можно это показать на руках вот так. То есть связки смыкаются таким образом, растягиваются, растягиваются, и в какой-то момент воздух просто их расталкивает в стороны, и вот у них края начинают колебаться, а вот этого плотного смыкания уже нет. А чтобы этого не произошло, и вот создается как раз это надсвязочное давление, которое позволяет связкам колебаться вот в одной плоскости, не теряя при этом даже на высоких нотах, на растянутых голосовых связках плотного смыкания, которое очень важно для тембра. Итак, мы почти научились с вами правильно дышать, научились создавать надсвязочное давление, но при этом один момент у нас уменьшился полезный объем для звука голоса. Это минус. Меньше объема, меньше звука. Как это решается? Очень просто. Опять же, в своих видео я рассказывал, что когда мы поем на улыбке, связки, голосовые связки, у нас плотнее прилегают друг к другу, благодаря чему усиливается тембральный окрас голоса. Не за счет максимального выдоха, а за счет более плотного смыкания голосовых связок. Подробно есть на этот счет у меня видео. Смотрите, почему у нас в русскоговорящем режиме не добиться такого плотного смыкания, я также объяснял в одном из своих видео. Почему мы русскоговорящие не можем петь в такой модели, которую я сейчас вам описал? Попробую объяснить. Как я уже сказал, в силу анатомии голосового аппарата невозможно добиться плотного смыкания голосовых связок. Это раз. Во-вторых, когда мы поем, у нас для изменения высотности голоса поднимается и опускается гортань. Что происходит в этот момент с этой воронкой? Она уменьшается в своем объеме. Чем выше поднимается гортань, тем объем вот этой глотки уменьшается. Что это значит? Во-первых, объем меньше звук становится таким писклявым, неприятным. А во-вторых, теряется вот этот резонирующий объем. Например, нам на какой-то определенной ноте удалось создать вот этот импеданс на связочное давление и все у нас хорошо, все в порядке. Но когда мы уменьшаем объем в глотке, тут же от изменения параметров объема дыхания у нас этот импеданс пропадает. То есть, получается, для каждой ноты, которую мы поем, необходимо строить свой импеданс, свое надсвязочное давление. Это крайне неудобно, это просто нереально, невозможно. Гораздо проще, если мы не будем менять объем, полезный объем в глотке, будем только менять натяжение голосовых связок в основании вот этого горлышка, которое я вам показывал. Добиться этого возможно только благодаря мышце, которую я назвал улыбкой, латеральная перстня черповидная мышца. Что это значит? Мы не поднимаем гортань, вот мы держим этот объем постоянно и меняем натяжение голосовых связок только благодаря этой мышце. Какие преимущества нам дает такой способ пения? мне кажется неочередны. При таком пении, в отличие от нашего, голос не прыгает, не меняет свое местоположение. Он всегда находится в одном месте, он предсказуемый, он управляемый. Я уже тоже рассказывал, что мы для изменения высотности нот используем не группу мышц, поднимая гортань, а только всего одну мышцу улыбку и она постоянно в комфортных условиях находится. Над ней всегда в правильном одном объеме создан надсвязочное давление. В таком режиме связки не остают, не напрягаются. Это напряжение со связок снимается, потому что снизу давит слабое, причем дыхание, и сверху давит надсвязочное давление. в общем, все круто. Плюсов в этом масса. По сути, неважно будет на какой высоте вы поете ноту, она будет исходить из одного места, и тембрально все ноты будут окрашены одинаково. Послушайте, как у Лауры звучит интересная распевка на высоких нотах. Я надеюсь, вам стало уже очевидно, что на тех мышцах, которые мы используем в нашей речи, в нашем пении, невозможно добиться вот такого звучания. Думаю, покажу вам еще ни одного исполнителя, на их примерах рассмотрим это отличие в звуке голоса, также буду повторять вам эту информацию по технике пения, может быть, что-то еще дополню. Вот так сегодня я вам вывалил просто гигантский объем информации. Пользуйтесь, применяйте на практике, пробуйте. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Если вы считаете, что такая информация была полезна для вас, что она вам помогла в вашей вокальной, творческой карьере, то поддержите канал, поставьте лайк, напишите комментарии. Еще лучше, если вы поделитесь данным видео. Я поделился с вами этими секретами вокала, теперь вы поделитесь ими со своими друзьями. На этом все. Всем пока. субтитры субтитры